Сегодня у нас, видимо, 25-е уже число. 26-е. 26-е? Да. 25-е тоже. 26-е. 25-е, 25-е, это я судьба. 25-е, я наступаю. 26-е. 25-е июля 22-го года. И сегодня вы выезжаете. Несколько вопросов вам будет. Когда вы где крестились? Тут 2020-го года. В 2020-м году вы потеряйки. Потеряйки крестились, да? Да, тут. Понятно. Так, теперь вопрос. Вы выезжаете, на сердце как у вас? Никаких претензий нету к нам, что вы были здесь? Нет. Сколько вы были здесь? Три недели. Три недели. Промелькнуло все. Всякое было. Ну, вот и приехала, у меня тут был на кухне поставлен старший. Я сразу поставил вас. И у вас сразу же начался большой конфликт. Вы назад теперь это время проигрывали, смотрели. Поступили бы иначе или так же? Поступили бы иначе. Значит, что-то не так сделала. А что не так? Ну, вам не сказала. Не сказала. Не советую. Не советую. Не советую соразведенки, как правило, или незамужняя. Они такие властные. Ну, и они. Вот сейчас выставили в интернете, как еще слава. Семен Мой Богослов говорит, кто не имеет права защищаться? Это согрешившие, отлученные. Или не отлученные, но в них вот эта зависть, свирепость, старообрящая. Они не имеют права защищаться. Потому что их сразу сатана захватывает. А у них еще нету. И тут смотри, как против тебя бросились все. Я сказал, я вас поставил. Почему? Кто у меня стоял до этого? Я говорил, на кухне никто посторонний не должен быть. Это так и в лагере было. Дети, если подходят, порог. Они не имеют права порог на войско задеть или переступить. Стоять только за швирной. Подали что-то отнести за стол и дежурный. И мы сохранили. Но это не два дня, а 45 лет. Ни одного обожженного ребенка не было. А это опасно. Там кипяток. Он шарится там. Как только не зайдут. Почему там? Ответа никакого нет. Которая уезжала там Наталья. Коту и бушу подняла тогда было. И заходить нельзя. Минуту проходит какая-то. Захарала она там пирожное. А она за стол и садится там со своей дочерью. Совершенно явно выражено буйное объяснение. Зачем она там нужна? И вы мне буквально до обеда навели порядок. Я благодарен вам. Но что-то как-то не так. Обиделась там. Они буквально коалицию против вас составили. Ну, что тут они сделают? Кто начал где-то идти, где-то обедать, ночевать. То есть вы распузырили. Они по сторонам разлетелись. А вы ничего и не сделали, как я видел. Вы просто сказали, этого нельзя делать. Сказал руководитель, и все. Пока меня никто не снимал. У меня здесь в одном формате, как лагерь детский. Та же форма. Обращение. Подъем 4,40. Общая молитва. С детьми. С детьми, звонок. Бежать бегом. Сидеть за столом. То есть все эти правила я каждому сразу даю. Больше я нигде не встречал. И думаю нигде этого не что. В таком комплексе так активно преобразовывалась душа человека. Надежда, имеешь сказать, что за что ты тогда обиделась на нее? Да обиделась так, что разговаривать не хотела. Буйно так проявляла. Когда я сказал туда иди домой. Или забыто все это? Ну я помню, когда подошла, это... Ну маленько выйди оттуда, спряталась. Сиди на эту скамейку. Она когда... Я говорю, поднимись на эту скамейку. Сядь. Рядом. У меня голова душа. Ну возьми за руку, подведу. Возьми за руку. Не надо. Ну зачем обманывать? Внимательно. Я прошу сядь рядом сюда. И завели, как сатана ломает. Ну что ломает, когда у меня давление голова. Ну подойди. Там он прям не встал. Падаешь. Давно уже лежишь. Падаешь. Вспомни, когда это было, я на Алтайск ездила. Это было 30 с лишним лет назад. Ты уже падала. Да не было такого. Так. Выскажи ей. Она выезжает навсегда. За что ты так обиделась, что тебя нельзя было остановить? Ты тут буйствовала. Они, когда подошла, Наташа, чтобы налить ребятам суп, они, торопилась она. А она ее оттолкнула. И так толкнула, что она чуть не упала. Я аж испугалась и повысила голос. Что я буйствовала? Ничего я не буйствовала. Я просто повысила голос. Марина, так не надо делать. Отталкивать. А у нее свои взгляды. Все под повтором начался. Тебя кто уполномочивала решать, надо или не надо? Какое ты отношение имеешь? Ты приходишь сюда, поела и ушла. Если можешь, в кухне картошку почистила. Зачем ты берешь на себя полномочий, который меня... Она толкнула, она правда не упала, но могла упасть. А могла, если упасть, она могла голову разбить. А врачи рядом нет. И дальше уже наворачиваешь, наворачиваешь. Как этот был, Геннадий Петрович, дружинен. А вот сына моего отлучили его на причастие батюшка. Он пришел на медсанет, подполковник здесь. И начал. А вы знаете, а сейчас он обиженный. А он пойдет повеситься. А это статья 126, пункт такой-то. А так не один, а глядя на него еще кто-нибудь повесится. А это доведение за самоубийство. Это не 102 статья, но близко к ней. Он закон знает, а ничего не знает. Нет его нигде. Когда они против меня были, в 40-й день, а меня не уведомили, что отменили. Которые всякие пакости. Вот такая пачка жала была прокуратура-то. В 40-й день я знать не знаю, что они отменили. Они даже были меня уведомить, что Октябрьский район отменил мои претензии, которые я подал в суд. В 40-й день ему черную занозу был сразу в мозги. Он сразу умер. А прокурор, который мешал, а у меня прокурор, край близкий, знакомый, я написал, честный человек, генерал-лейтенант Пороску Юрий Федорович. Он сразу смел этого прокурора. Как так? Нарушение такого закона. И вот это, когда говорят они, начинают, я понимаю, а они сказать ничего не могут. Я его поставил, отвечаю за кухню. Народ приехал через меня сюда. Не через вас. Через вас ни один не приехал. Еще вот ради вмешалось-то здесь. Вмешивается той чужой ссор, хватает пса за уши. Чужой пес, а ты собаку схватила. В Библии говорит об этом. Да тебя нельзя было укрытить, ты буйствовала здесь. Она выезжает. Сказать, что ничего нет. То есть вмешалась-то ты. Я ее могу спрашивать. Ты на нее не обижаешься? Нет, нет. Мы все у нас... Мы помирились, все хорошо. А мы не судим. Я говорю, она выезжает. Полумертвая. Но можно осознать, что ты вмешалась, не в свою, говорится, область вошла. Тебя никто не спрашивал. Ты пришла, поела, похлонилась и пошла. Прихожу, а мне говорят, она там, говорит, сейчас еще говорит-то. Да я как терплю его. Это она говорит тем, которые прежде креститься, она против идет. Она вышла и рассказывает, не она, не умирай. Что делать-то? Я тогда остановился, вернулся к тебе. Я говорю, иди-ка ты домой, сходи. И ты даже сейчас не помнишь, еще не говорено было. И это выходит мне и говорит человек, готовящийся к крещению близким. И ты что угодно говоришь, против. Я таких слов не говорила. Да, не говорила, а кричала. Ты не говорила, а прокричала. Я не говорила и не кричала. Я говорю... Сейчас, не надо. Человек, который тебя не знает, но он знает общую обстановку. И он, мы уже пошли на работу, я уже дошел до дороги. Он подошел, говорит, а Надежда Васильевича сейчас такое говорит по этому конфликту. Я-то его как? Как я страдаю от него? Прочее. Да неправда таких слов я не говорила. Не, неправда. Тебя наловила не раз об этом Алла Пантелеевна. Я не знаю. Тут же забыла. Сказала и стерта. И тогда я не говорил, надо неправильно сказать. И с ним никогда сравнивать. Мы с ней выяснили. Так, сейчас остановись. Попробуй губами не шевелить. Он рвет рот просто ее. Да просто ты привык. Так остановись сейчас. Это люди смотреть будут. Я тебе рассказываю. Сейчас выставили ролик один. Я беседую с человеком. Какой национальности, я не помню. Ну, я беседую с ним. Совершенность стерта из памяти. Ну, это давние годы где-то было. И такая обширная тема. Я ему все это по счастям раскладываю. Я сам в себе ищу. Где, может, можно было как-то не так сказать. Нет, все стоит на месте. Но его я так нигде больше не вижу. Столько получить. Ну, такие были баптисты из Америки. И они не воспротивились. Там один бороду сразу отпустил. Выписал в моей книге. Но баптистом он и остался. Ну, у вас этого нет. Это вам совершенно чуждое. Единственное, вы говорите. Вот ваш пример. Я не говорила. Все. Говорила. Я могу тебе сейчас прямо подсказать. Кто сказал это, вышел. Человек, который к тебе никаких претензий не имеет. Но он услышал, что ты говоришь с женщинами. Как тебя мучает муж. Как тебе тяжело. И поэтому. Ладно уж. Простите, вроде бы. Не надо. Я всегда говорил. Перед тем, как никого не было нынче. Опять будет то же самое. Пришла, пообедала. Не разговаривай ни с кем. Иди домой сразу. Не тут-то было. С первого дня. Уже на подходе вылавливаешь. А почему? А ты не знаешь это. Через одну минуту. А я не говорила. Вот страшное состояние наконец наступило. Я это говорю для того, чтобы ты поняла, а не оспаривала. Есть люди у нас, которым ты расположен где-то. Посидел Львов Николаевну. Мирно живете? Ну, сама же. Сама видишь, как. А что ее надо мной поставили? Вот она одна. Находится там. И она никого не запустит, как сказано. Никого. У тебя все двери распахнут. Ты сама найдешь ключ, залезешь. А она нет. Сейчас там что-то я не расслышал. Велосипед украли или что-то там. А у нас наруженые люди. И милиция спрашивает зайти посмотреть. А Львов Николаевна закрыла. Даже разговаривает. Она милиция спрашивает. Записи-то нету. И записи все берет Виктор, который поставил эту. У меня шесть глазков на улице со всех сторон. Почему людей нету? Он записывает. И у меня никогда не записывалось. Но я смотреть могу. Говорят, кто-то у дверей там на улице закрыто. Я раз наружу. Тогда гляжу, кто-то стоит там. Надо выходить или не надо. Если посторонний, я вызов посылаю. Володю ей говорю, сам я и выхожу. Зачем? Специально подосланные люди. Всякую мерзость могут, пакость сделать. Нету. И все кончилось. У меня обслуживают фактически настоящие четыре программиста. И вот все время ломается, ломается техника. Я вот приехал ни разу, нигде. А это хоть велосипед, хоть что. Все время все ломается. Нету. Я езжу на велосипеде. Ко мне заходит, там что-то надо поставить. Новая программа какая-то. А это нет. Опять не работает. Опять Тимофей. Опять Гавриил. Опять кто-то. Постоянно. Почему? Неправильно пользуетесь. Когда надо, не надо. Молотит. Как бабка. Я не выключаю вас. Раньше магитапон был. Я белье вывешиваю. А белье вывешиваешь на улице. А магитапон и магитапон. Ты слышишь его? Нет. Но он работает у меня. Буддисты настоящие. Хорошие буддистские монахи. Монахини. Вот сегодня, видишь, на чем. Значит, у меня к тебе благодарность. И еще раз покажи, как будет держаться за бабу. За руку, за юбку. Вот он, за потелка. Держи. Ни на шаг, ни на секунду, ни в туалет, никуда не отпускай его. Он зашел в каютку там, где в кабине, в кабинку. Стой рядом. Дети исчезают. Я увидел, в милиции прохожу, и там написано, потерялся, потерялся человек. Кто видел, как одет был в последнее время. Я зашел в милицию, говорю, я просчитал 30. Это что, действительно потерялись? Так это, говорит, сотая доля того, что есть. В одной Москве 7 тысяч потерянных. Да невероятно. Вероятно. И тут же ролик выставляют, как поймали некоторых, а не детишек таких. Беру, за ним идет. Тебе щенка надо. Щенка. Все, вышел. И фотографирует специально, показать, как детей уводят. Эксперимент. На 10 только, кажется, одна девочка не пошла. Все, убег. С этой площадки, где играют. Мне одна говорила, еврейка. Хорошая женщина такая. Я и стала Христе говорить, Христос, где он ваш Христос? Я тоже верила. Выпустила ребенка. Я одна осталась. Муж погиб, там моряком работал. И он только выпустила. И сегодняшний день нигде нету. Я молилась. Я просила. Всех святых и к иконов прикладывала себе. А ребенка нету. Я не могу еще ответить. Богу знаю. Я только выпустила его. Только вышла светом. Прям вышла. Пусто. Нигде нету. А они уже караулились. Списали о людях. Понятно? И сама не разговаривай. Только когда вокруг тебя люди где-то. Тебя, чтобы не увлекли разговоры. Ни благовест, ни еще. Когда сядешь вокруг людей. На этом дьявол тоже ловят. Хорошо слышишь? Да. Я на него больше могу надеяться, чем на тебя. Ты обязательно начнешь стрекотать. Не надо ни слова взглянула в молча. Не здоровайся ни с кем. А Христос сказал. Никого не приветствуйте. Зачем Христос сказал? Легко, тщательно закрой дверь. Ни с кем не приветствуйся на дороге. И ответ дается толкование. 10.17. Матвеич, там остерегайтесь людей. Не зверей, не быка накорили. Остерегайтесь людей, запятая. Ибо они будут. И дальше написано, что делать будут с вами. Зачем бы Господь дал-то это как заповедь? Не доверяй. Вот я от храма 147 Никитина в богатажной доме. Квартира у меня там звонят. День, жарко, солнце. Я через дверь спрашиваю. Кто? Да у вас тут бабушка пирожками торговала. Так мы хотели сейчас купить у нее. Ее нет дома. Еще вы мне открываете-то. Я поднялся наверх потихоньку. Глянул, а там два амбала рядом стоят такие, что одним кулаком зашибет быка. И я бы открыл. У меня был такой знакомый. Хороший человек. Высокого звания, высшее образование. Но терпеть над собой никого не мог. В моем доме он из баптиста по баптиста был. Стал православным. Стал эрмонахом. Служит. Я ему говорю, Гена, потом он станет Григорием, никому не открывай. Ко мне кто приходит? Если он не вышел до захода солнца, я не выпускаю. Запираю все двери. Через забор лезут. Ты должна от меня выйти в гости, пришла так, чтобы когда домой пришла, луч в солнце захватил тебя на своем крыльце. Я забочусь о тебе. Я наконец приучил. Все стали делать так. Если ты задержался, забылся, все, остается на чего. Я тебе, мне-то разницы нету. Лишняя канитель только. Еще раз говорю. А он такой-то приехал, Криша, Кришнаид. И говорит, да какая твоя вера, Кришнаид? Это Кришна, это черный, черный, это дьявол. И он пошел, а ему кто? Кришна там и говорит. Он потом будет, Руслан звать его. И сказал, убей его. И он пришел к нему в три часа ночи, кажется, посвящал дверь. Да это я пришел, он со мной его открыл. Он первым делом натащил электрод и сразу воскнул ему в горло сходу. Поварил и перощинным ножиком стал отрезать голову. Он плакал, говорил, не надо, не надо. Он отрезал голову, вошел в алтарь вокруг престола, обошел, на престол голову кинул и ушел. Ну и когда его... А сейчас мне что-то стало делать, что как петуху голову отрезал. И его арестовали, он разжигал одежды кровавые, которые была. Мне Кришна повелел убить его. Он мне говорил, Игнатий, вы боитесь открыть дверь? А я, дескать, не боюсь. Я боюсь, я не открываю. После девяти можешь не стущать, теменяй, как и нет. Если стемнялся, не приходи. Запрещаю приходить. Я, может быть, потерял кого-то, но я сам остался живой. Да я как раз там был. Все-то простыл. Я одна пришла. Да я шла так далеко. Надежда Васильевна, через дверь поговори. Как она не открыла, не знаю. А свободно открывают. Ой, это ты. Сколько раз говорил не открывать? Рядом вот так вот выйдешь, так и кресток к соседу. Он пошел за Глебом, приходит, бабку уже завязали. Митрофанову. Я тебе сколько раз говорил? После этого звонок, когда открывает дверь. Ну, ты не отвечаешь, я спросила. А ты спрашивала шепотом. Володя когда идет за дверью, я его слышу, вас никогда не слышу. Я через дверь спрашиваю. Не понял, то подойди к окну и посмотрю. У меня свои правила. Я когда на железной дороге живу, стоит поезд грузовой. Три варианта. Первый, обойди его с той, с другой стороны, ко мне, чтобы перейти на улицу нашу. Второй вариант, есть площадки, через площадку пройти. Третий, подождать, пока уйдет. Красный свет, туда и сюда, а не останавливаются поезда. Нет, лезет под низ. Зачем ты лезешь? Значит, я выдал всем свидетельств. Если хоть раз пролезешь, ко мне идешь. Когда ты где-то раз здесь, но ко мне ты шел. А я прямо рядом живу, ворачиваю, типа. Больше никогда не ходи. Соседка выглядит, как каланча стоит. Там здоровая такая была. Не работала, получала там за элементы только. Я знаю ее. Полезно. Поезд одернул, но на кого, расшарашивалась. Ее намотало, и потом лопатой соскребали куски. Ходили, палили, и все. Пока я жил, там примерно 7 человек залезало. А там он тогда на стройке мастером работает. Какой дух сунул туда. И полезно только под колесом. Я его так ногу сразу отрезал. И теперь на одной ноге прыгает. Стоит того или нет? А я все время ходил. Ни разу, ни разу не залез. Почему? У меня на все правила существует. Правильно? Нет? Да, аминь. Алексей Матюшин. Леша, ты задержался у меня. Не ходи. Да ничего нет. У меня тут сейчас прям через пелобарку. Тут маслозавод, и я рядом. Не ходи. Дня два нету приходит. Я и два живой же остался. Как? Ну вы говорили, не ходите. А я пошел. И что? Ну сразу остановили. Там трое с ножами разделил. Плакал, умолял. У меня дети. Вот то другое там. У него яблоко что ли дало. Ну я потом ударил его, и пошли. Ну что, насытился? Ко мне больше ноги не ложи. Встречать тебя будем ахалахрамом. Я рассказываю не сказки. Реальность. Правил никаких у тебя нету. Мне я и дал правила. На кухне, чтобы чужих не было. У меня сразу с Галиной. С Галиной примирили. Все по-хорошему. Ну, так, стуренько. Все, как не было никогда. Оля тут что-то сидела. Она, ну, меня отстранили. Тебя никто не отстранял. Ты не старшая. Теперь слушайся, что скажут. Я имею право менять. Потому что я отвечаю за всех здесь. И вот уехали, сколько было. С детьми были. И ни разу, нигде, ни одного повреждения. Это мало? 45 лет. В среднем было у меня, альзаи, это, сто восемь, сто девять человек. Со взрослыми. И ни разу, нигде, ни от кого ничего не брать. И вот показывает. Меня выслал Арахиль. Из этого. Из Агудиного. Такие длинные ящики. И лежит ребенок. Я думал, он просто лежит. Нет, он обложенный льдом. Они его убили. И теперь в Китай отправляют. Их поймали. Ну, там рев стоит такой, а нет детей. Потеряли, теперь нашли. Ну, какие они дети-то. Ну, так все. А как делаете? А куда делаете? Почки продаете? А остальное съедаем, говорите. Так. С Богом. Храни вас Господь. Держи за Богом. Уже с этого момента. И на шаг. Все. Примеряйтесь. Все. Если я говорю, так и было, то и было говорено. С Богом. Все. Не знаю. Продолжение следует...